МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации городского телевидения. В начале выпуска коротко о главном. По всем обращениям приняты положительные решения о приеме граждан приемной президента Российской Федерации в Адыгее. Майкоп – спортивный город, открытие нового футбольного поля с искусственным газоном и тренажерного комплекса в микрорайоне Михайлова. Фейерверки, салюты, бенгальские огни – это не только красиво, но и небезопасно. Очередная проверка торговых точек, реализующих пиротехническую продукцию. С личным вопросом главе республики Аслан Хакушинов провел прием граждан в приемной президента страны в Адыгее. Строительство ФАПа в школу водопровода. Решение каждого вопроса останется на контроле. Один из вопросов отражал общую для региона задачу – строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. С этим вопросом главе республики обратилась жительница Красногвардейского района. Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Юрий Петров доложил о том, что строительство ФАПа в ауле Джанбичи стоимостью 3,5 миллиона рублей уже ведется. Глава Адыгея поручил отслеживать сроки и сдать объект до конца текущего года. Всего в текущем году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года на строительство ФАПа в Адыгее было направлено около 10 миллионов рублей из федерального и почти столько же из республиканского бюджета. В следующем году планируется построить еще 4 ФАПа, при существующей потребности в 22 фельдшерско-акушерских пункта. Аслан Кокушинов поручил министру сельского хозяйства Республики Адыгея и главе администрации Красногвардейского района сконцентрировать свои усилия на строительстве школ. Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Юрий Петров сообщил, в следующем году завершается строительство школы в ауле Хопачев и в 2016 году планируется начать возведение школы на 180 мест в ауле Джанбичи. Вопрос нехватки мест в детских садах Майкопского района подняла исполняющая обязанности заведующей детского сада «Сказка» поселка Удобный, которая поблагодарила главу Республики и руководство района за внимание и поддержку в решении программ детского образования. Елена Семенюта сообщила, в детском саду «Сказка» завершается ремонт кухни, до конца года будет открыта новая группа на 30 детей. Общая очередь на получение места в детском саду в Майкопском районе составляет 1205 детей. Аслан Хакушинов поручил главе района Алексею Петрусенко активизировать работу по решению проблемы дефицита мест в детских садах и конкретизировать сроки. Даны поручения главам Майкопа и Кашихабльского района. Поднятые проблемы касались газификации, водоснабжения, домовладений малообеспеченных граждан, строительство ливневой канализации, благоустройство придомовых территорий. В завершении глава Адыгея отметил, функционирование в работе приемной президента положительно влияет на повышение ответственности уполномоченных органов за качественное и своевременное рассмотрение обращений и разрешение поставленных заявителями в вопросах. В Доме правительства прошло подведение итогов избирательных кампаний уходящего года. В заседании принял участие глава Адыгея. Подробности в нашем следующем материале. Глава Адыгея дал высокую оценку деятельности избирательных комиссий региона. Поблагодарил руководство и коллектив ЦИК Республики Адыгея за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов. Вместе с тем, Аслан Хакушинов порекомендовал уделить внимание работе по повышению явки избирателей, политической и правовой культуре граждан. От ваших знаний, опыта и энергии в значительной степени зависит стабильность не только общества, но и системы государственного и муниципального образования в целом. Благодаря вашим усилиям развивается институт местного самоуправления и колоническая сфера социальной защиты населения. В единый день голосования 14 сентября в Адыгеи состоялись 8 избирательных кампаний. От общего числа избирателей в голосованиях приняли участие около 26% граждан. Процент явки практически аналогичен прошлогоднему показателю. Все выборные кампании признаны состоявшимися и действительными. Впереди у ЦИК Республики подготовка к проведению в 2016 году выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и Госсовет Хаса Республики Адыгея. В ходе совещания состоялась церемония вручения федеральных и республиканских наград членам и сотрудникам аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея, территориальных и участковых избирательных комиссий. Глава Адыгея Аслан Хакушинов удостоен благодарности председателя ЦИК РФ Владимира Чурова, председатель ЦИК Республики Адыгея Нурбий Самугов награжден медалью Совету Федерации 20 лет. О состоянии наркоситуации и пересечении наркопреступлений в республиканской столице говорили на заседании городской антинаркотической комиссии. На совещании также был намечен план совместной работы всех заинтересованных структур и ведомств на предстоящий период. На повестке дня очередного заседания доклады о состоянии наркоситуации в городе, результаты работы в этой сфере и план действий на следующий год. Согласно отчету, в этом году в Майкопе зафиксированы отдельные случаи отравления курительными смесями. В наркологический диспансер с тяжелой интоксикацией после употребления так называемых спайсов поступило несколько человек. При этом, говорят специалисты, снизилось число людей, которые употребляют другие наркотические средства. По статистике, в этом году уменьшилось и количество преступлений, совершенных под воздействием наркотиков. Полицейскими города закончено расследование и направлено в суд 54 уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков, их употребление и хранение. За 15 месяцев у нас в 7 правоохранительных органов на территории города были 106 преступлений. Это 40% от общего числа по республике. В прошлом году было 152. И соответственно, снижение влез почти на 30%. Наркостоп, антинарко, притон, сообщи, где торгуют смертью. Эти профилактические мероприятия в течение года проводились среди молодежи города. Круглосуточно работает телефон доверия. В сфере образования профилактическая работа в школах направлена на решение следующих задач. Формирование у школьников установок наведения здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры. Повышение уровня воспитательной профилактической работы в школе. Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни. Акции, круглые столы, диагностические исследования, беседы с участием медицинских работников, сотрудников наркоконтроля и правоохранительных органов. Эти мероприятия необходимо продолжить и в будущем году. Кроме того, нужно подойти более ответственно к их организации, подчеркнул глава города. Мы должны все, что можем, по всем направлениям взаимодействовать четко. И то, что мы сегодня звучали цифры, да, они такие, но мы не должны успокаиваться. Мы должны понимать, что вот это все приняло изощренную форму. Сейчас все развивается и не только в информационной среде, но развивается и здесь. Поэтому все наработки, методы из других регионов мы должны взять на вооружение. В Майкопе состоялось торжественное открытие нового футбольного поля с искусственным газоном и тренажерного комплекса. На спортивный праздник пришли представители органов власти и главные виновники торжества – спортивная молодежь города. Этот спортивный объект уже стал настоящей гордостью микрорайона. Современное футбольное поле с искусственным газоном находится внутри многоэтажек по улице Михайлова. Здесь на свежем воздухе можно не только поиграть в футбол, но и подкачать пресс. Ведь рядом установлены уличные тренажеры. Обустройство спортивного объекта – результат слаженной работы кабинета министров республики, администрации Майкопа и депутатского корпуса. Я хочу поблагодарить кабинет министров республики Адыгей, который поддерживает нас в этой работе по открытию новых полей. И то, что это поле появилось, здесь большая заслуга, значит, в участии нашего депутата городского совета на льбе Рамазаныча Алибердова. Значит, он проявил инициативу, все сделал для того, чтобы вот такое современное появилось поле. Я хочу пожелать, чтобы всегда было желание, была возможность позаниматься спортом. И наша одна из основных задач – сделать массовый спорт доступен. Открытие еще очередного мини-футбольного поля в этом году сделано у нас в городе Майкопе 6. И я хотел бы сказать, когда мы все объединяем усилия, мы-то можем достичь большего. Это в любом деле. И это яркий пример того, когда депутаты, когда администрация, когда кабинет министров с общими усилиями мы получили такой замечательный объект. Объект доступен и открыт для каждого. Более того, в городе только в этом году появились 6 футбольных полей и оборудовано 5 тренажерных площадок. Все они расположены в разных микрорайонах города. Листовки о правилах безопасного поведения на дорогах появились на троллейбусах, информационных счетах и остановках Майкопа. Профилактическую акцию с символичным названием «Пешеходу безопасный переход» организовали сотрудники городского отдела ГИБДД. Участие в мероприятии приняли и волонтеры республиканской столицы. «Движение с уважением» – именно под таким лозунгом проходила акция. И призыв соблюдать правила дорожного движения был адресован не только водителям, но и пешеходам. Ведь зачастую в ДТП, произошедшем на переходе, виновата не только спешка тех, кто за рулем, но и невнимательность тех, кто переходит проезжую часть. К сожалению, продолжают иметь место дорожно-транспортные происшествия именно с пешеходами. Где зачастую пешеход не виноват в дорожно-транспортном происшествии, то есть водители заблаговременно не снижают скорость движения транспортного средства перед пешеходным переходом, и следствие не успевает остановить транспортное средство. Поэтому сегодня сотрудники госавтоинспекции вместе с студентами политехнического колледжа МГТУ проводят акцию, призывая водителей, пешеходов, пассажиров общественного транспорта выполнять требования правил дорожного движения, ведь любой пассажир общественного транспорта через минуту может стать пешеходом, который, выйдя из-за общественного транспорта, переходит дорогу и обязательно должен выполнять, соблюдать правила дорожного движения. Сбавь скорость перед зеброй. Это для водителей. Смотрите дважды для пешеходов. Яркие плакаты доверили разместить на городских троллейбусах студентам. Будущие автомеханики говорят, эта акция – отличная возможность напомнить и пешеходам, и водителям, что их безопасность в их собственных руках. Часто из молодежи ездят на троллейбусах с колледжа, и все равно смотрят на плакаты, наблюдают, и будут меньше нарушать. Подобная акция в этом году не единственная. И в последнее время у сотрудников ГИБДД появляется все больше помощников. Задача одна – всеми возможными способами снизить уровень аварийности на дорогах и пешеходных переходах в частности. Прекрасно, что такая акция проходит, потому что должны взаимовежливы быть на дорогах пешеходы и водители, управляющие транспортным средством. На размещении плакатов акция не закончилась. Всем выходящим из общественного транспорта гражданам волонтеры раздавали специальные листовки. В памятках пешеходы могли прочитать и еще раз вспомнить правила поведения на дороге. Пиротехнические изделия – неотъемлемый атрибут новогодних праздников. Сотрудники МЧС напоминают, приобретение контрафактной продукции может привести к плачевным последствиям. Сейчас на территории города проводится проверка всех торговых точек, где реализуется пиротехника. Фейерверки, петарды, бенгальские огни и хлопушки – вся эта популярная в Новый год продукция не только способна украсить праздник, но и причинить немалый вред при неправильном ее использовании. Именно поэтому рейды с проверкой соответствия качества, правильного хранения и реализации пиротехники сотрудники МЧС проводят ежегодно. На сегодняшний день по городу Майкопа проверено три объекта. Выявлены незначительные нарушения при реализации, а именно отсутствуют металлические шкафы для хранения пиротехнических изделий, отсутствует некоторый ряд инструкций. Хотелось бы отметить, что продукция соответствует требованиям. В первую очередь госинспекторы проверяют наличие необходимых документов, сертификата соответствия, удостоверения реализатора. К каждому изделию должна прилагаться инструкция на русском языке с указанием срока годности. Приобрести праздничный салют лучше в специализированном магазине. Кстати, сделать это смогут лишь те, кому уже исполнилось 18 лет. Несовершеннолетним покупателям работники торговли имеют право продать только бенгальские огни. Такие профилактические мероприятия планируется проводить в течение ближайшего месяца. Сдача обязательных спортивных нормативов ГТО стала основной темой обсуждения круглого стола. Очередная встреча с подрастающим поколением прошла в 19-м лицей. В России с этого года началось поэтапное возрождение традиций сдачи норм ГТО. Молодежь Адыгеи в скором времени также поддержит новую спортивно-массовую эстафету. Сдача норм ГТО – это та возможность, которую они получают сразу в низких направлениях. Это возможность поддерживать себя в хорошей физической форме. Это возможность поддерживать свое здоровье. Это возможность получать внутреннюю самоорганизацию, когда человек стремится следить за собой. Участники круглого стола – сотрудники УФСИН, ветераны ФСБ, МВД, руководители военно-патриотических клубов. Обсудить вопрос предстоящей сдачи норм ГТО в 19-й лицей пригласили учащихся старших классов городских школ. Спорт, как отметили участники круглого стола, с каждым годом становится все более популярным среди молодежи. И вы обратите внимание, сейчас это становится модным, как можно сейчас говорить, трендом. Быть здоровым, быть красивым внешне, быть физически развитием. Это касается что девушек, что юношек. Я думаю, что вот этой моде надо следовать. Это самая лучшая модность, которая может быть. В минувшие выходные, впервые за много лет, в Майкопе состоялась пробная сдача норм ГТО. Кроме традиционных видов спортивных эстафет, в программу состязаний включены и комплексы силовых упражнений. Каждый участник массовых стартов также имел возможность заслужить краповый берет, сдав специальный норматив по физической подготовке. Те, кто успешно прошел все испытания, отмечен особым нагрудным знаком. Они пробиты калибром 7,62. Это вам спецназ передал вот такой вот привет. Привет от спецназа Кондор. На обратном старине написано «Жетон универсального солдата». Вот за этот жетон вы будете литься. И 150 человек, только 2 человека будут иметь право носить этот жетон. То есть стимул есть. Учащиеся Майкопа активно поддержали идею возрождения массового спорта. Нормативы ГТО, уверены юные майкопчане, станут для молодежи еще одним стимулом к здоровому образу жизни. Лично я занимаюсь вот 7 лет борьбой с самбо. Я считаю, что вот должны восстановить нормы ГТО, так как нынешнее поколение не занимается ни чем, ни спортом, ни чем просто сидят дома за компьютерами, не развиваются ни физически, никак. После завершения круглого стола желающие могли попробовать свои силы в упражнениях на турнике и беговой дорожке. Эти виды спортивных состязаний также входят в нормативы ГТО. Это была вся информация на сегодня. Я прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова